Дорогие мои, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что у вас такая организация образовалась. За то, что вы не сидите дома в интернетах, а помогаете людям, пожилым, таким, как мы. И для спортсменов, и для любителей. На биатлонном комплексе в Енисейском районе смогут отдохнуть все желающие от мала до велика. Мы приходим, и для нас все условия. И лыжня хорошая, и с горки можно съехать, и вечером свет горит. Не валяшка, фильмоскоп и старый грузовичок с кубиками. В Ачинском музее открылась необычная выставка воспоминаний, где можно поиграть в советские игрушки. На нашей выставке представлены куклы в большей степени 50-60-х годов прошлого столетия. В частности, это куклы из коллекции Ольги Александровны Шакиной. Мы вместе. Проект, который объединил волонтеров по всей России, и Каннск не стал исключением. На горячую линию каждый день поступают десятки просьб привезти продукты или лекарства, погулять с собакой, а иногда одиноким старикам хочется просто с кем-нибудь поговорить. Волонтеры стараются помочь каждому. Пенсионерка Людмила Аркадьевна уже не первый раз обращается к ребятам за помощью. Спасибо большое. В газете же по телевизору показывают. Вот мы решили обратиться. Молодцы. Года два назад нам дрова пилили. Привозили нам дрова и они пилили. Большое спасибо им за их работу. За продукты или медикаменты нужно будет заплатить, а вот забрать рецепты с поликлиники, сходить в саму аптеку и магазин – это волонтеры сделают совершенно бесплатно. Доставят прямо к квартире. Дорогие мои, я хочу сказать вам большое спасибо за то, что у вас такая организация образовалась. За то, что вы не сидите дома в интернетах, а помогаете людям, пожилым, таким как мы. И вам большое-большое спасибо. Пенсионерка Татьяна Васильевна со слезами на глазах вспоминает о том, как ей в самый пик пандемии помогли каннские волонтеры. Говорит, если бы не они, то не знает, как справлялась бы. Созвонились, значит, пришли, значит, забрали талоны в поликлинике, в аптеку сходили. Пришли мне, показали, сколько все это стоит. Я деньги отдала, сходили. Все-таки добрые, вежливые. Очень даже довольна их работой. Вот уже год каннские волонтеры продолжают свою работу на безвозмездной основе. Они словно группы быстрого реагирования. Всего в штабе 20 человек. Раньше я занимался помощью в организации мероприятий. Но сейчас, так, на фоне коронавирусной инфекции, приходится больше уделять внимание нашему взрослому поколению. Волонтеров можно узнать издалека. У них ярко-оранжевая одежда и бейдж. Это они носят только тогда, когда приходится ехать на выезд. Стоит отметить, что им проезд в общественном транспорте абсолютно бесплатный. Работа волонтеров заключается не только в помощи и уборке по дому пожилым гражданам. Ребята посещают поликлиники с целью получения рецептов на определенные виды препаратов для пожилых граждан. Посещают аптеки, магазины. В молодежном центре говорят, что свою работу добродетели продолжат даже тогда, когда снимут все ковидные ограничения. Ведь в городе много нуждающихся в помощи пожилых людей. Первый этап отсыпки береговой линии для создания дорожки вокруг озера завершен. Дорога прошла мимо лодочной станции, как и обещали. Расчистили завалы, скопившиеся от деятельности парка из-за осада. Сделали насыпь и укрепили берег. Конечно, в этом году это не будет еще в таком благоустроенном виде. Дай бог нам сделать определенное зазеленение, укрепление самой береговой линии уже откосов. Думаю, что посмотрим, как себя поведет после растаивания, подъема и опускания воды в озере. Это укрепление призмы. Ну а дальше будем уже принимать инженерные решения именно уже конкретно по благоустройству этой территории. Работы финансирует благотворительный фонд, созданный городом и градообразующими предприятиями. УКС-предприятие вместе с УКСом города нашел четкое взаимопонимание и сделали все как единая команда в кратчайшие сроки. Сейчас задача наша не останавливаться, что делать дальше, понимание есть. И нужно обязательно, по крайней мере, на два, на три шага уже спланировать новые участки, чтобы они уже тоже... То есть наша задумка была реализована в такое обозримое время. А сами вы планируете гулять по этим территориям? Ну, мне нравится кататься вокруг озера, поэтому, безусловно, я буду здесь кататься, это однозначно. Планируется, что со временем дорожка позволит убрать автомобили из парка к лодочной станции, рыбаки и яхтсмены будут добираться по берегу. Но только по спецпропускам. В целом же участок войдет в общий проект дорожки здоровья вокруг озера, благодаря которой железногорцы смогут добираться с одного берега на другой на самокатах и велосипедах. До полного замыкания еще далеко, но темпы забавлять не собираются. Ваша задача сейчас на решение начать писать. Пишите, чем быстрее, тем лучше. Какой срок выросли для себя по этим вещам? Нет, ну я думаю, что нам в любом случае, когда надо к 10 апреля уже с какими-то уже конкретиками подходить. Кстати, дизайн-проект благоустройства дорожки представила новый главный архитектор Железногорска Александра Коломенская. По ее версии, вдоль берега будет ограждение с оборудованными спусками к воде и прорезиненное флуоресцентное покрытие дорожки. Скамейки обязательно, урны, малая архитектурная форма. Хотелось бы сделать пешеходную дорожку и рядом с пешеходной дорожкой велосипедную. И хотелось бы сделать освещение именно на солнечных батареях. То есть, по большому счету, на всю ночь нам не нужно здесь освещение. Благоустроить этот участок дорожки планируют на следующий год. В целом, завершить весь проект за пять лет. В Крае отбирают юных патриотов для участия в торжественном марше ко Дню Победы. Желающих много. Около 900 человек. Из них в финал выйдут всего 102. Победителей конкурса строевой подготовки выберут в конце марта. В жюри представителей флагманской программы «Мы гордимся» и регионального отделения юной армии. До праздничных мероприятий ребята должны пройти 10-дневные сборы в Красноярске. Ребята действительно стараются продемонстрировать вот сейчас все свои лучшие навыки строевой подготовки. Почему? Потому что вот впервые, проведя этот осмотр конкурса в 2019 году, можно сделать однозначный вывод о том, что вот для таких ребят, которые представляют патриотические клубы движения, возможность, можно себе представить, да, принять участие в Параде Победы является наивысшей формой врачей. Моралы на свободе. 12 подросших особей выпустили из питомника в Балахтинском районе. Животных выпускают неподалеку из специальных ящиков для перевозки. Теперь олени будут обитать в районе заказника «Солгонский кряж». И, конечно же, останутся под присмотром инспекторов. Следующую партию моралов на волю отпустят в апреле. На природе окажется еще 70 особей. Научиться кататься на лыжах коньком не так-то просто, но у Людмилы Ивановны есть личный тренер, внучка Аня. Еще несколько попыток и у бабушки обязательно получится. Тем более, что за этим занятием они всей семьей проводят практически каждый вечер. А последние два месяца с открытием биатлонного комплекса у них появился еще больший простор для оттачивания навыков. Раньше мы катались там, где можно было возможность, вдоль дороги, потом около школы лыжню прокладывали, мы там как-то катались. А сейчас вот просто замечательно здесь, когда мы приходим, и для нас все условия. И лыжня хорошая, и с горки можно съехать, и вечером свет горит. Просто вот, просто замечательно. Особенно рада появлению Енисейского серпантина внучка, воспитанница детской спортивной школы. Именно с этих горок у нее впервые вышло скатиться и не упасть. Раньше я боялась, что я вот с горки, ну не успею повернуть и вот сюда еду. А теперь я все время вот так переставляю ногами, чтобы не упасть. И все получается, да? Угу. Протяженность трассы почти три километра, поэтому места хватит как спортсменам, так и начинающим лыжникам. Главное иметь желание и силы подняться. Посмотреть и опробовать биатлонный комплекс приезжают из Лесосибирска, Енисейска, Озернова и других населенных пунктов. Нет лыж, ни беда, выдадут на прокат по сходной цене. Можно будет по размеру подобрать. В будущем инвентарь планируют пополнять, например, приобрести плюшки, а вообще уже готовиться к лету. Мы думаем о том, чтобы приобрести в летний период палочки для скандинавской ходьбы. Я думаю, тоже у нас даже в Верхнепашино много людей, которые занимаются вот этим вот видом спорта. Ролики тоже мы планируем, потому что у нас здесь хорошая асфальтированная площадка. Здесь, я думаю, что тоже будет желающих очень много. А если вы не только лыжник, но и эстет, приезжайте на биатлонку вечером. Тут вам и яркая иллюминация, и завораживающие виды. Необычная выставка в Ачинском краеведческом музее открылась не случайно. Более 50 уникальных кукол попали в музей от известного в городе коллекционера Ольги Шакиной. Она долгие годы собирала уникальные игрушки со всего мира и очень хотела сделать выставку. Женщины, к сожалению, уже нет живых, и в память о ней сотрудники музея решили воплотить ее мечту. Показать горожанам кукол и открыть комнату с советскими игрушками. На нашей выставке представлены куклы в большей степени 50-60-х годов прошлого столетия. Вот этих кукол делали на фабрике «Сибирская игрушка» в Ачинске в 1929 году. Фабрика просуществовала более 70 лет. После ее закрытия часть игрушек были переданы в музей. Сейчас таких уже не производят. Многие из них были выполнены в редчайшей технике. Такие фигурки очень хрупкие. Такая вот индианка, сохранившаяся в своем наряде. Она особенно ценилась. Конкретно по этой технике выполнена голова, ножки. Эта техника хороша, но кукла становится довольно хрупкой. То есть какие-то падения могут повредить ее, могут пойти трещины, она в целом может сломаться. Наше счастье в том, что она сохранилась в своем первоначальном виде. Кроме того, в комнате для воспоминаний есть советские игрушки, которые пользуются спросом и сейчас. Например, «Неваляшка». Найти такую куклу в живом состоянии сейчас довольно сложно, поскольку пластик был довольно колкий. И часто эти куклы уже не доживали до наших дней. Но несмотря на это, сама идея куклы «Неваляшки» сохранилась. И сейчас тоже можно увидеть ее на современных полках в магазинах игрушек. В советские годы не было новомодных гаджетов. И для детей демонстрация их любимой сказки прямо на стене казалась чем-то волшебным. Родители собирали ребятню и устраивали дома кинотеатр. Облизнулся волк и спрашивают девочку, куда ты идешь, красная шапочка? Вот так в советские годы родители развлекали своих детей с помощью фильма «Скопа». Читали им сказки и показывали интересные картинки. С помощью этого родители и дети проводили больше времени вместе. Наверняка многие помнят, как лепили куличи в песочнице или готовили свой первый суп вот в такой кастрюльке. Каждая игрушка того времени сохранила свою историю. И если у вас остались игрушки советских лет, не выбрасывайте их, а лучше подарите им новую жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова